А ты вообще веришь в такое понятие, как судьба? Если кто-то может предвидеть, предсказывать будущее, я хочу сам это уметь делать. Как понять, это те трудности, которые я должен преодолеть, чтобы вырасти, или это те трудности, которые вселенная мне как знаки посылает, что, чувак, тебе сюда вообще не надо? В русском языке тоже очень интересно, есть будущее, а есть грядущее. А в чем разница? У нас в психологии и эзотерике тоже пошли какие-то тренды, да, модные. И вот сейчас такой очень модный тренд, с которым и психологи, и эзотерики выступают. Это Михаил Абковский, в частности, выстрелил с фразой «Делай только то, что хочется, и не делай того, что не хочется. И твоя жизнь будет прекрасна и гармонична». И очень многие люди ухватились за эти две фразы и сказали «Еху!». Вопросом, объяснил ли он, что такое хочется? И люди, которые ухватились за эти фразы, себе-то они объяснили, что хочется. Опять же, ты чего-то хочешь. Ты идешь по улице и видишь красивую женщину, и ты ее хочешь. И что это означает? Иди это и делай. Хорошо, ты подошел, познакомился, пытаешься. Вроде ты все поступаешь правильно, но что вызвало в тебе это желание? И когда ты удовлетворишь свое желание, вдруг ты, например, обнаруживаешь, что у тебя остается пустота. Что тебе больше с этой девушкой ничего не хочется, никаких дальнейших взаимоотношений. И дальше эта пустота начинает вызывать в тебе какое-то другое желание. И ты начинаешь следовать ему. И в этом смысле человеку хочется выпить. Это означает, что ему пить. Человеку хочется вместо нормального стейка заехать в Макдональдс. Это означает, что он должен это делать. То есть, это очень важно объяснить. Ты должен делать... Я бы поправил этого господина и сказал, делай не то, что тебе хочется, а делай то, что приносит тебе радость. А есть большая разница между словом радость и удовольствие. И я в свое время расшифровал эти два слова, и для меня все стало понятно. Специально для твоих подписчиков. Расшифрой, пожалуйста. Удовольствие происходит от слов дать волю, а радость происходит от слов достать ра. Под ра подразумевается свет, но нечто высшее. Вот дать волю, то есть доволен, дать волю, это означает расслабиться. То есть, позволить своему животному выйти. То есть, это означает, наоборот, ничего не делать, а нечто животное внутри меня выходит наружу и дальше делает само. А радость, достать радость, тут надо как бы попотеть. Есть большая разница, скажем, когда ты просто занимаешься сексом и когда ты по любви занимаешься сексом. Достичь любви в отношении сложнее, но и, соответственно, вознаграждение выше. То же самое, ты можешь, скажем, заработать деньги за счет того, что там обманешь какую-нибудь пенсионерку и ты, в принципе, деньги и заработал. Это тоже некое такое удовольствие. А можешь создать что-то, что принесет пользу окружающим. И то чувство удовлетворения, которое ты получишь во втором случае, несоизмеримо выше. Есть как бы медленное удовольствие и быстрое удовольствие. Вот получение быстрого удовольствия – это как быстрые углеводы. Ты что-то съел сладкое, да, и у тебя вроде как энергия появилась. Но это энергия иллюзия. То есть в том смысле, что она быстро расходуется, и теперь тебе снова надо. И таким образом ты становишься зависимым от этого. Но если ты на медленных углеводах, ты можешь через эту энергию сделать намного больше. Еще и похмелье испытываешь. Да, поэтому делай то, что тебе хочется, в том смысле, что это действия, приносящие тебе радость. А в этом смысле определи, что для тебя радостно. Определи те действия, совершая которые, ты испытываешь состояние более высокого удовлетворения, нежели чем просто. У тебя, например, один из таких нюансов. Ты можешь там, допустим, вечер просидеть перед сериалами и получить удовольствие быстро. Тебе ничего не надо делать. Телевизор сам создает внутри тебя нужные образы, и ты просто расслабленно принимаешь это на себя. А можешь сделать уборку по дому. Да, тебе поплатить придется. Но сравни эти два чувства. От сериала вот это впечатление. С удовольствием есть одна маленькая фигня. То есть, как отличить удовольствие от радости? Удовольствие ты получаешь только в процессе. Ты кайфуешь от сериала, пока ты его смотришь. Ты кайфуешь от пищи, пока ты ешь. От пива, пока ты его пьешь. И когда ты перестаешь это делать, удовольствие исчезает. Да, после вкуса, но оно заканчивается. Ты сделал уборку. И через час посмотрел. И через два. И на следующий день пока еще. То есть, это некая вещь, которая остается. То есть, тебе не надо все время убираться, чтобы испытывать радость. Да. Ты сделал один раз. Потом придется еще. Оно понятно. Но то же самое со всем остальным. Поэтому ориентируйтесь на эти вещи. Потому что, если вы будете бежать за своими хочухами, то вы можете нарваться на разные элементы системы. Такие как алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи, различные информационные ресурсы. Майтиков на любой вкус и цвет. Да. То есть, система удовлетворяет всех. Она говорит, окей, за твою энергию мы можем тебе любой товар предложить. И в этом смысле, да, ты будешь кайфовать. Но чтобы кайфовать, тебе надо оставаться в этом колесе. Тебе надо продолжать его крутить. А энергия уходит, энергия уходит, энергия уходит. Поэтому на одном сахаре, хоть он и сладкий, ты быстрее помрешь. То есть, хотя вот эта короткая твоя жизнь будет очень сладкой. Ты знаешь, абсолютно согласна с тобой, когда ты говоришь, что, пардон, друзья дорогие, а если мы не преодолеваем себя, а как мы вообще будем расти? Очень у многих людей возникает вопрос. Знаешь, как Зеланд и многие другие эзотерики, да, всегда советуют идти по течению вариантов, по, скажем так, пути наименьшего сопротивления. Не в смысле, да, там расслабиться и лежать на диване, а в смысле не ломиться лбом в явно закрытые двери, да, проявить какую-то большую гибкость мышления. И очень многие люди задаются вопросом, как понять, это те трудности, которые я должен преодолеть, чтобы вырасти, да, прокачать себя, или это те трудности, которые Вселенная мне как знаки посылает, что, чувак, тебе сюда вообще не надо. Ты вообще лезешь как бы не туда. Как вот различить вот эти два вида сопротивления, да? Есть много разных советов, но с одним поделюсь. Представь, что после достижения результата ты умираешь. Ты будешь жалеть об этом? Что ты потратил время на преодоление этой трудности? Если да, не твое. Отличный совет. Я получила ответ на свой вопрос. Потому что в конце, итогом всего является смерть. А причем смерть не обязательно стоит рассматривать как смерть тела. Это может быть смерть молодости. Это может быть смерть той работы. То есть смерть это просто некое окончание чего-то. И соответственно, когда ты подходишь к концу периода чего-либо еще, то, оглядываясь назад, самое страшное, это испытывать разочарование от того, что я не в те двери ломился. Поэтому просто представь, что ты добился желаемого. А потом представь, что тебе придет конец. Ты будешь жалеть о потраченном времени? И если да, не твое. Копай дальше, ищи дальше. Возможно, ты уже где-то раньше свернул не туда. Тебе, да, ты начал бизнес. И стали некие трудности. И тебе надо их решать. Но ты понимаешь, что если ты решишь, ты получишь там прибыль, выгоду какую-то. Ты все равно не почувствуешь того, что то, ради чего ты идешь, почему-то не удовлетворяет тебя перед твоей собственной смертью. Тогда ты просто понимаешь, что, может быть, ты не ту сферу выбрал. А, может быть, тогда надо поменять приоритеты. Может быть, не ради прибыли, не ради денег, а чтобы стать лучше. Вот в этом моменте, преодолевая это препятствие, ты лучше становишься. Ну, вроде как да. А если вот это даст тебе чувство покоя перед смертью, да, твое, окей, иди. Интересно, будет даже слышно, иди. Да пусть идёт. А, да. А ты вообще веришь в такое понятие, как судьба? Если да, то каковы рамки этой судьбы? Насколько они жёсткие? Каждый наш выбор что-то определяет и меняет? Или всё-таки есть некая заданная канва, по которой мы исследуем? Опять же, судьба в русском значении означает суд богов. А боги в древности – это некие законы. Есть бог зимы, например, который олицетворён в виде некого Деда Мороза. И, соответственно, то, что зима придёт – это судьба. То есть эти вещи, их не убрать никак. И поэтому дальше ты должен с этим богом научиться дружить. То есть утепляться заранее, чтобы зимой не погибнуть. Поэтому что такое судьба? Судьба – быть человеком. То есть ты родился человеком – всё, собакой ты уже не будешь. Это означает, что тебе суждено пройти через всё, через что проходит человек. Ты испытаешь и любовь, и разочарование, и боль, и радость, и потерю, и приобретение. И это твоя судьба. Ты умрёшь в конце – это тоже твоя судьба. Вот что такое судьба. Судьба – это не будущее, это не событие. Будущее – это другие вещи. В русском языке тоже очень интересно. Есть будущее, а есть грядущее. А в чём разница? А разница в том, что будущее – это будет, не будет. Непонятно. А грядущее – оно уже грядёт. Оно будет по-любому. Уже отчётливый вид. Ну да, оно уже на горизонте, и ты понимаешь. Это грядёт. И поэтому надо готовиться. А будущее – будет, не будет, неизвестно. Судьба – это то, что… Это законы. Это законы, на которые на тебя действуют. Это не твоя жизнь. Вот тебе суждено какого-то человека встретить. Нет. А предугадывание – это уже может быть анализ, интуиция, гадание. Гадание? Ну да, да. По сути дела, гадание – это некий способ, основанный на твоём бессознательном, по выявлению тех моментов, которые на тебя влияют. Скажем так, на человека влияет какое-то количество вещей, неких явлений. Они в тебе есть. И они, все вот эти вещи, они зашифрованы, допустим, в картах второго. И другой человек, гадатель, бессознательно вытягивает нужные карты, думая там о твоём вопросе. Да, существует элемент собственной проекции, но так или иначе засвечиваются какие-то вещи. И хороший гадатель может, в каком-то смысле, такой хороший психолог. Человек, который долгое время гадает на картах, через некоторое время, глядя на человека, понимает, с каким вопросом он к нему пришёл. Он ещё карты не разложил, а он уже как бы это чувствует, видит. То есть тут уже интуиция начинает включаться. В общем, гадательные инструменты – это способ взаимодействия со своей интуицией, если ты пока ещё в танке. Ну, кстати говоря, знаешь, сколько бывает сообщений от девочек, которые «я пошла погадать, чего ты пошла?» Ну ладно, пошла погадать, и мне сказали, что представляешь. И теперь вот это, знаешь, как говорят, единственное, что владеет человеком больше страха – это будущее, которое ему предсказали. И вот он вот в этой вот матрице теперь, да, что вот мне же это предсказали, я же уже в это поверила, я вот уже вот полагаю, что там я теперь до 50 лет буду одинокой, а потом какой-нибудь инвалидностью. Ну, например, да. Но ведь, по сути, даже тот же гадатель, он же вытаскивает один вариант из сотен, тысяч вариантов будущего, правильно? Нет? Меня всегда удивляет то, почему, если девочка пошла к гадателю, к гадалке, следовательно, это для неё авторитет. Он каким-то чудесным образом объяснил ей будущее. Я с моей башкой рассуждаю так. Если кто-то может предвидеть, предсказывать будущее, я хочу сам это уметь делать. Это же, это же находка. То есть я имею в виду, это же просто лайфхак, это способ нагнуть мироздание. Так гадалки не набегаешься каждый раз, да? И тогда, получается, девочка должна думать не о том, что тебе какие карты достали, а о том, как ты, скотина, это делаешь. И я тоже хочу так делать, потому что у меня... И тогда она пойдёт во всё это разбираться. Потому что вот эти слова «мне погадали, я поверила» это просто поведение инфантильного человека. Это означает, что я ищу авторитета снаружи себя, я ищу мнение, на которое бы опереться. А почему бы тебе самой не стать авторитетом для самой себя? Почему бы тебе не подумать о том, как вот эту опору воспитать в себе? Как научиться находить ответы самостоятельно? Все специалисты, работающие в области психологии с людьми, в прикладной психологии, знают, что любой совет, данный человеку, априори неправилен. Потому что этот совет он должен стать сам себе. Поэтому мастер делает таким образом, чтобы у человека рождался ответ. Он ему просто как бы «посмотри сюда», «задай себе вопрос об этом». То есть он делает ту работу, которую человек должен делать по идее сам собой. Обращать внимание на какие-то вещи. Просто со стороны порой виднее. И в этом как бы и суть психологов, то, что они со стороны это видят. И помогают человеку самому это увидеть. И возможно, человек родит в себе собственный совет, и он жутко неправильный. Но для самого человека он будет работать. Не ищите авторитетов, чтобы опираться на них. Ищите авторитетов, чтобы учиться у них. Чтобы стать как они и лучше, чем они. Чтобы в конце концов найти внутри себя ту самую опору. Мне понадобилось 15 лет для того, чтобы извлечь нечто, на чем-то еще не было. И, скажем, я создал определенную практическую систему, при помощи которой можно найти ответ абсолютно на любой вопрос. Ты говоришь про ахора? Да, я говорю про ахору. А как маги понимают любовь? Вот что такое любовь с точки зрения магии? Я не знаю, как маги, но не знаю, как я это понимаю. Как ты это понимаешь? Люди в основном любовью считают чувства, которые они испытывают. Это неверно. Любовь – это действие. И смысл этого действия – это отдавание. Когда мужчина говорит, ай, красавица, давай туда-сюда. И он говорит, я люблю тебя. Нет, ты не любишь ее. Ты ее хочешь. Владеть ей, наслаждаться ей. Ты любишь себя через нее. Поэтому ты ее хочешь использовать. Женщина делает то же самое с мужчиной. Любовь – это отдавание. И у отдавания есть два аспекта отдавания. Может быть, их больше, но два, которые я открыл для себя. Первое – я отдаю, ничего не требуя взамен. Безусловность. Просто потому, что сам процесс отдавания приносит мне кайф. То есть, если мужчина любит женщину, иди отдай ей. Ну, не в смысле деньги, а отдай ей то, что ей нужно. Помоги ей в чем-нибудь. И ничего не требуй взамен. Даже спасибо не надо. От одного факта, что ты можешь что-то для этого человека сделать, это как мать, которая очень много делает для своего ребенка. Потом, конечно, многие матери пытаются дивиденды от своих инвестиций-то как-то получить, но потому что любовь кончилась. А когда была любовь, ничего не надо. Главное, чтобы у тебя было все хорошо. То есть, любовь может заканчиваться? Она блокируется. Вот как раз этими программами. А если их снять, она не закончится никогда. И второе свойство отдавания. То, что я отдаю, должно делать лучше того, кому я отдаю. Поэтому иногда пинок под зад является актом любви. То есть, именно действительно ткнуть носом, подтолкнуть, накричать. Но не из того, что ты меня раздражаешь. Не из этого, а от того, что вот я тебя люблю, и я пытаюсь тебя подвинуть. Но, если человек не двигается, я не должен себя навязывать. Потому что, еще раз, я отдаю, ничего не требуя от себя. Окей, я делаю. Поэтому проявление любви выглядит так. Если тебе что-то нужно, просто скажи мне. И я сделаю все, что в моих силах. Почему? Потому что я тебя люблю. Потому что это приносит мне удовольствие, радость. И все. А чувства, это прекрасно. Но ведь сама по себе вот это чувство влюбленности, это биохимическая ловушка природы, целью которой является, чтобы мужчина и женщина зачали потомство. Она не вечна. А вот отдавание и, как следствие, уважение, дружба, взаимопонимание и все эти более глубинные вещи, которые очень важны для союза, вот эти вещи обладают большей ценностью, чем вот состояние, когда тебя штормит от твоих гормонов, и его храп – это музыка небесных сфер. Ты неадекватна в этот момент, ты влюблена и неадекватна. Поэтому любовь признали психическим расстройством. Прекрасная завершающая нота от Алексея Пахабова. Друзья, если вы еще по каким-то причинам не подписаны на канал Алексея, пожалуйста, подпишитесь, даю вам ссылочку, подписывайтесь также на мой канал. И ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы Леша ко мне почаще приходил, чтобы было больше совместных видео. Друзья, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Ахо.